МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может петь 3-4 часа без остановки. Своих домашних и друзей часто балуют пирогами. В ее поваренной книге более сотни рецептов теста и начинок. Доброе утро, Адельичка. Доброе утро. Большое спасибо, что посетили нас, потому что мы знаем, что у вас график довольно жесткий. Вы продюсер, вы телеведущая, вы занимаетесь благотворительностью, вы в конце концов мама двоих детей. Большое вам спасибо, что вы делили время и для нашей утренней программы посетили нас так рано утром. Как начинается утро для вас? Откуда время и энергия берется для всего вот этого? Ну, дело в том, что я не могла к вам не прийти, так как я вообще всегда себя считала человеком утреннего формата и много лет вела только утренние проекты. И думаю, что уж ну как я не пойду к своим коллегам на утро. Во-вторых, сейчас, наверное, модно говорить, что у вас такой график, как у вас не хватает времени, а как у вас его хватает. Я не знаю, во всяком случае, не умолкал ваш телефон в гримерке. Это значит, что очень востребованность. Ну, это на самом деле, да, это какая-то востребованность, но дело в том, что я, к счастью, и я бы советовала это всем, делать даже не в какой-то там твоей материальной благополучии или в каких-то возможностях, но в принципе планировать и выбирать так, что всегда от чего-то можно отказаться. Не подвести, отказаться, пусть в ущерб себе, а пусть в ущерб где-то своим родным, которые всегда поймут. Поэтому у меня он такой очень мобильный график. Как начинается мое утро? Мы встаем, собираемся в сад, разумеется. Вот честно, не буду обманывать, там каждое утро я пью стакан сырой воды, занимаюсь йогой, приветствую солнце, разговариваю с птичками. Нет этого. Но каждое утро все равно какие-то постоянные вещи ты делаешь. Бывает встаю тяжело, бывает встаю наоборот на подъеме. Конечно, это дети, это по утрам витамины, это какие-то минеральные вещества, чтобы они обязательно выпили, на холодильнике это все приклеено. Каши обязательно маленькой мы варим. У меня еще либо я ночью готовлю, либо рано утром, потому что дома семье готовлю я. Но утро суматошно, и успеваешь где-то и маску намазать, и там какие-то украшения подобрать, сумки всегда сумасшедшие, вот как ты все успеваешь. Ко мне загляни в сумку, у меня там, начиная от ампул, на все случаи жизни, заканчивая и нарядами, и какими-то платками, чтобы что-то быстро где-то переодеться, и каблуками запасными, и все там есть. Ну вот так вот начинается наше утро. Это, как говорится, знаете, есть такая поговорка, успевает везде тот, кто никуда не торопится. Да, наверное, так, да. То есть вы, в общем, вольны над своим временем. В принципе, стараюсь, стараюсь. А вот тогда следующий вопрос. У вас собственный продакшн, да, ТВ и так далее. Вот эта любовь к телевидению, когда она у вас началась? Скажи, пожалуйста. В третьем классе я... И с чего? Да, в третьем классе я писала сочинение. Когда я вырасту, я буду тележурналистом. Началось это, наверное, скривляние в зеркало. Вот сколько себя помню, оставалась дома одна, вот Наташа Королева, все мне мерещилось в зеркале. Ну какая-то была потребность, я не скрываю. Вот у меня нет алчности до славы, до какого-то признания, да, там, да вот, вот, как говорят, а Розалинова хотела бы мир покорить? Давно бы уже похудела, сделала бы какую-то умопомрачительную карьеру, была бы жесткой, замуж бы не выходила, детей не рожала, а вот пошла бы вперед. Но мне хотелось вот отдавать себя, вот очень хотелось общаться, видеть зрителей, что-то делать, видеть улыбки или слезы, как-то вот делиться эмоциям, мне всегда этого хотелось. А в 14 лет я попала на кастинг к Бахату Килибаеву, просто личное народное кино, какую-то ерунду там сделала, пародии на Пугачеву, Дуэт Эль, там, Лицей, я такая говорю, а вы знаете, я сейчас Лицей покажу? Цвет твоего, ну это вообще, это самое пошлое, что я могла тогда придумать. Я и была и Бьорк, и Линда, и, в общем, кошмар, что только было. Пластилином лепила себе щербинку, лохматила, говорила, разве я не похожа на Аллу Борисовну? Ну, конечно, была не похожа, девочке 13 лет, но был снят ролик про звезд, про малых, вошел в 100 лучших роликов, просто личное народное кино, и меня заметили, пригласили, я пришла на Хабар, на кастинг, с тех пор я поняла, что у меня получается. Женя, ты знаешь, ведь это было все оценено, Адель была названа женщиной года, по версии одного известного. Мы обязательно об этом поговорим подробнее после наших традиционных новостей без политики, дорогие друзья. Так вот, вопрос, получать награду, ведь, наверное, очень много было президентов. Причем, как звучит, женщина года. Женщина года, звучит очень здорово. Женщина-гада, женщина-гиба, качество юмора. Это присуще, кстати, людям незаурядным, вот такая самоирония. Это, кстати, да, это о многом говорит, ваша самоирония. Знаете, для меня это было, во-первых, открытием. Я вот сколько работала, но никогда даже за дипломами не приходила. Ну, как-то итог — это зритель. Если есть рейтинг, значит, есть зритель. Если заходит спонсор, значит, ну, есть результат. Канал не выгоняет, платит зарплату, туда-туда приглашает. Ну, собственно, вот. Это показатель, да. Да, да, но для меня это был результат. Может быть, планки у меня были низ. Тут номинирует в «Женщине года» одно из знаменитых мировых изданий. И был там пример для подражания. Но я почитала, кто? Вот все достойные люди, которым подражать не как вот людям, персонам, женщинам, да, там все выкрасимся в блондинок, потому что там одни блондинки. А там люди, которые, ну, какую-то деятельность несут, социальную, активную деятельность. И я думаю, ну, наверное, да. Вот в этом плане, если я смогу призвать еще больше людей там делать добро, заниматься волонтерством, благотворительностью, ну, здорово. Я побеждаю свои номинации. Меня предупредили. Мы приезжаем на вручение, и говорят, вот 10 финалисток. Я уже отхватила свою номинацию. Я уже лучшая в своей категории. Мне было приятно. Хотя девочки рядом, ну, все достойные награды. И тут нас всех вызывают и объявляют, что я еще и женщина года. И я говорю, я второй раз вообще не планировала выходить, и речи не готовила. У меня был шок, конечно. Для меня это возможность. Это даже не награда за работу. Мне подарили небольшую сумму денег и достаточный набор косметики. И вот в тот год мы смогли, во-первых, поздравить всех врачей этой косметикой. То есть мы с этой компанией работали. Все врачи в онкологии получили подарки на Новый год. Причем фасовал это все мой ребенок. Мы составили заказ. Приехали дети наших партнеров. Они там 5, 7, 8, 10-летние ребята таскали эти коробки, раздавали. Я подумала, ну, какой вопрос я закрыла. Каждый год стоит вопрос, как поздравить врачей в онкологии, у которых, ну, просто вот стресс и страшная работа. Вот мы закрыли этот вопрос. А потом был миллион тенге, которые... Ну, вот, казалось бы, миллион тенге, ну, что на него можно сделать, когда одна лучевая терапия стоит нам больше. Но, знаете, как-то так получилось. Где-то не хватало 100 тысяч, где-то не хватало денег на билет, где-то нужно было, ну, всего там что-то на переливание. И мы так сели. Вот я, ну, всегда хочется иметь свидетелей, да, при таких делах. Я говорю, ребята, вот покупаю на память там самый минимальный подарочек и все остальное. Ну, там, 150 тысяч на протез ребенку. Но ребенок 2 года будет ножкой своей ходить. И потом кто-то, наверное, еще ему даст этих денежек на протез. И этот миллион, он сделал столько добра, что я очень благодарна этой номинации. И, естественно, как-то так сразу все, ммм, она же женщина года, уже там неважно, кто я, что я. Уже, ну, этот статус, я его теперь только оправдывать должен. Ну, и, Адельочка, по традиции мы всегда, да, вот в это раннее утро телезрителям что-нибудь желаем. И вам, и всем людям, я знаю сейчас, и время тяжелое, и профессии у всех сложные, и все хотят больше зарабатывать, больше успевать. И я каждый раз думаю сама, чего я желаю. Когда я молюсь, я всегда у Бога прошу любви и силы. Любви для того, чтобы всех любить, и этой любовью упиваться самой. А силы для того, чтобы иметь силы на понимание, на сострадание, на преодоление каких-то трудностей. Даже раньше встать, даже помочь бездомной собачке, даже где-то ждать, где-то кто-то опаздывает, какое-то терпение, всегда нужны силы. Вот я желаю всем вам только любви и силы. Все остальное можно построить. И вот маленький момент один. Всегда же мы любим ругать и государство, и народ, и время. Последний раз города Казахстана настолько показали свою силу, любовь, сплоченность и патриотизм, когда спасали Караганду, когда приносили помощь. Это просто... Вот я горжусь, что я живу в этой стране. Поэтому я всем желаю гордиться тем, кто живет рядом с вами. Люди полны любви, сострадания, позитива. Это было очень поучительно для всей страны. Это было показательно. Это было показательно. Это было здорово. Поэтому нам нечего бояться. Нужно Бога только любви и силы просить, всех любить и всем помогать. Спасибо, Адельчика. И всем доброго утра. Спасибо, Адельчика. Спасибо, Адельчика. Вы очень светлый человек. Большое вам спасибо, что заглянули к нам на огонек на наш утренний. Друзья мои, ну а на сегодня программа «Жанна Кун свою работу» заканчивает. Мы с вами на сегодня прощаемся. Но, как говорится, далеко никуда не уходите. Мы все-таки ежедневно в эфире. А на сегодня все. Пока. Пока.